Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как быть, если женщина претендует на главенствующую роль в семье? Мне интересно, кто это спрашивает? Женщина, которая претендует на эту главенствующую роль? Или это вопрос от супруга, который мучается? Или это вопрос от соседей? Или от друзей семьи? Вот интересно, кто задает этот вопрос? Потому что очень важно определить, откуда он исходит. Ну, это кажется и остроумно, хотя, с другой стороны, не очень, но все-таки попробуем ответить. Ну, во-первых, если по правде говорить вот так, честно, то, ну, женщина не может претендовать на главенствующую роль в семье, если муж на своем месте, и все у него на своем месте у мужа. У нас был такой случай с моей супругой, я, может быть, уже рассказывал, часто рассказываю про него, он смешной, когда давным-давно, еще в начале священства у нас всегда в доме много людей, всегда как-то какие-то бесконечные чаепития, разговоры, люди входят, приходят, уходят, ну, такая вот священническая жизнь. И какое-то очередное застолье, и пришли новые люди, муж с женой, я даже, кажется, помню, кто это был, может быть, не совсем новые, но как-то так. А я всегда, в последнее время не очень, а раньше так показательно, чтобы, особенно пример был для женщины, для жен, так смирял матушку свою, ну, конечно, с любовью, но для них, особенно для светских людей, это выглядело все ужасно. Пойди, принеси там, отнеси, что ты тут стоишь, ну, и так далее. И в течение этой трапезы муж говорит жене, вот, говорит, я хочу, чтобы ты была как матушка Люба у отца Дмитрия. Она почти без паузы говорит ему, если ты будешь как отец Дмитрия, то я буду как матушка Люба. Вот, так что первенствующая роль, главенствующая роль в семье, на которую претендует женщина, свидетельствует о том, что все совсем прям у вас, ребята, не в порядке в семье. Вот, но теперь о снисхождении ко всему. Бывает такое, что действительно женщины сильнее, они во многом сильнее нас, женщины, они, простите, во многом сильнее нас. Вот, я, например, считаю, что моя жена святая, а я вообще непонятно кто такой. Но, да, и возможно, возможно, что на женщине действительно все держится, вот, она всем управляет и принимает решения по семейным вопросам. И не только, кто куда идет, кто куда едет, вот, что делать детям. Бывает и такое. Ну, если муж человек хороший, просто хороший человек смиренный, ну, может быть, он и воспримет это все как есть, и будут они жить себе припеваючи. Вот, и такое бывает тоже. Может быть, ему так нравится и хорошо, ему так и ей так хорошо. Всякое бывает, правда? Вот, главное, не ссориться. Главное, не ссориться. Так что, если всерьез, то живите в любви. А кто у вас там главный? Наверное, это не так принципиально. Хотя, в любом случае, должна быть иерархия. Вот, я вот всегда за иерархию. Просто определитесь, кто у вас главный, и как-то все-то, наверное, встанет на свои места. Будет жена главенствовать в семье. Что в этом плохого, если она, например, действительно сильная, суперорганизованная, всеуспевающая, вот, всемогущая человек? Пусть себе господствует на здоровье для общего блага. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.